Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Battlefleet Gothic Armada, компания за Тао на сложности Герой. Прежде чем стартовать в бой, давайте с вами посмотрим вот что. Есть такой параметр у Тао, ну как и у Космодесанта, в принципе, и у всех остальных фракций, я имею это просто из новых услуги. Здесь можно выбрать, как видите, разные касты, которые улучшают определенные, так сказать, параметры у вашей фракции. Я уже прочитал их заранее, чтобы сейчас не терять время, и мне вот больше всего понравилась каста воздуха. Понравилось вот что. Скорость корабля увеличивается на 50%, скорость поворота корабля увеличивается на 5% в секунду. Улучшенный за фрускоритель горизонт. Честно говоря, я не знаю, увеличивается ли действительно скорость на 50%. Это было бы вообще просто отлично у каждого корабля. Это, конечно, не эльдарская скорость, но они стояли бы более маневренные и могли хотя бы от Космодесанта или от Орков там оторваться на уровне кораблей Хаоса бы уже двигались. Это было бы просто супер. Но второй параметр мне не так сильно нужен. При использовании специальных маневров в полный вперед и силовой поворот снижается точность врага на 40%. Ну вот каста земли тоже, в принципе, ничего. Испытательный рельсотрон, пробой щита, снаряды проходят через щит, цели сразу внося урон корпусу. Пробитие брони учитывает только 25% от брони вражеского корабля. Корабль получает одну дополнительную ячейку улучшений. Я все-таки, наверное, склоняюсь к асти воздуха, мне нужна именно скорость. Все эти рельсотроны, они и так вполне неплохо работают. 400 стоит. Ватра relies upon the aircast. 400 у нас очков снова на разворот. Флота. Слушайте, а это касается только одного корабля? Я так понимаю. То есть это каждому кораблю, что ли, надо будет покупать вот эти вот касты, приобретать? Ну это, кстати, будет довольно дорого. И хорошо, что это было именно флагман. У нас есть еще один корабль, вот легкий крейсер, который с улучшенным авгур радаром сейчас должен светить на 2500 лиг дальше. Ну подбираем все в принципе то же самое, что у нас и было на 400 очков. Против нас хаос, кстати говоря. И сейчас посмотрим, как мы с ним справимся. Да, это вроде не баг. Просто корабль перекрашивается. В следствии того, что мы выбираем определенную касту для него. Ну, так, 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 так. Смотрим, что у нас здесь за карта. Карта такая, довольно открытая. Есть пару газопулевых облаков. Почти нету никаких. Астероидных полей. Пять выбор с этой расстановкой. Стартуем. Выбираю Као Йон. Ну да, вот светящий. Видите, насколько у него обзор получается больше. Ну, я бы не сказал, что прямо гипер у нас большой теперь орел засвета. Но лучше, чем было. Там кораблей-то шесть кораблей против нас. Замечательно. Все как обычно. Ничего нового абсолютно. Мы в меньшинстве. Пока что надо бы свернуть, я думаю, не лететь на них. Попытаемся пострелять. Торпедами. И по поводу скорости. Да, скорость стала больше. У него базовая была 150, стало 200 у флагмана. Теперь он даже быстрее, чем легкие крейсеры у нас летит. Попытаемся пострелять. Основные силы, кстати, двигаются вот здесь. Может быть, лучше тогда лететь в другую сторону. Сейчас, как только Авгур подсветит. Давайте свернем. В общем, чем дольше мы будем летать, тем больше мы сможем их повредить. Как всегда. Вопрос только в том, сколько у них кораблей. Я имею ввиду тяжелых, там, крейсеров. Легких крейсеров. Авгур летит. Тут всего один корабль нам будет противостоять. На левом фланге. Вот это вот добрецота надо бы сейчас засечь. Нормально, Авгур пройдет. Сейчас 2-3 корабля подсветит. Готовимся делать залп. Главное, своим в жопу не попасть. Это любимое дело наших многоуважаемых мусицких ракет. Карпет. Что у нас такое-то? Что-то мелкое летит. 2 мелких. Меня это особо не интересует. От вашей отрасли, Коррел. Давай, давай, крупняк, крупняк, посвечивай. Когда мне крупняк, что-то крупняк-то я и не вижу. Вот, один я вроде засек. Да, 600. Ну, 3 мелких, это уже хорошо. Это не особо, ах, ти, какая большая проблема для нас. Стреляем по их легкому крейсеру. Надеюсь, что тут не должны зацепить своих же. На автомате, повторяюсь, я стрелять не буду. Потому что... Торпеды могут просто выйти и попасть за свою мужу в граблю. Успев развернуться. Как там подсвет-то будет держаться, не знаю. 12 секунд до... Перезарядки. Догоняют они нас. С хаосом, кстати, довольно... Долго, я думаю, не получится. Бегать. Я вообще предлагаю развернуться и принять бой. Мы не убежим от них. Если бы у всех была прокачена эта каста воздуха, может быть и... Получилось бы сделать. Я думаю, что касается всех кораблей, оказывается, хердова там. И так все просто. Еще делаем один залп. Ну, два. Падания должно быть. По их легкому крейсеру. Здесь, скорее всего, тащится еще один крейсер. Ну и там, возможно... Тяжелый крейсер идет... Слева. Так, флагман давайте на передовую, чтобы он принял на себя весь, так сказать, дамаг. Еще у нас там с... Бобрами. Бобры пока не достают. Надо бы их послать все-таки на их крейсер легкий. 20 секунд. Мы даже третий раз, может быть, успеем выстрелить. Позанут. Да, он на максималке быстрее идет. 400. Это хорошо. Сфокусировать огонь на их мелочи. Пока на мелких. Ты что, не стреляешь? Ты что, с тобой приглашение, что ли, надо? Чем мы быстрее с ними разберемся, тем лучше. 9 секунд. И почти без щита, но по фокусу должны сейчас быстро снять. О, хорошо. Там как. Попали по их легкому крейсеру-то. А ты что, товарищ, делаешь? Ты на таранскую пошел? Попали по фокусу. Попали по фокусу. Легкий крейсер. Так, с мелким разобрались. Фокус на второй корабль. Фокус, фокус. Быстрее, 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 быстрее. Надо разобраться с ними как можно резче его. Пошли их лазеры. Так, здесь еще один мелкий. Отлично. Пытаемся попасть. Вот боевики в Афу прям в упор торпедами. Попадут. Она вроде входит. Хрен горбатый. Ээээ, не хочет выходить из туманцы. Я его не вижу. Так, включаем щит. Уже пора. И давайте ближе подходим, чтобы наш там флагман не разобрали. Теперь стрелять очень опасно. Можно попасть по своему же кораблю. Попробуем. Минус еще мелкий. Плазменную бомбу кидают. Ублюдок стоит в облаке, и мы его просто не видим в гаду-болеву. Так, давайте, 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 вперед, ребята. Поехали, поехали. Сейчас там наш флагман нужно разобрать. Осталось еще три корабля. Нужны победить. Нихера не вижу его. Упор почти подошел, и его не видно. Я не могу поэтому попробовать, чтобы по нему. Нормально. Нормально, штормовая лодка успех. Я не могу по нему выстрелить на арпиды. Он меня, главное дело, видит, я его не вижу. Нормально. Есть, с мелким разобрались, и у них осталось два корабля. Так, что тут ползет и нас опять видит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте-ка развернемся лобом. Посмотрите, я почти в него воткнулся, я его нихера не вижу. Вот это не бред ли? Какого хрена, я не понимаю. На, лови. Позитив. Он уже, кстати, без щита. Давай-давай-давай, посмотри, чтобы ты сможешь продержаться против флагманского корабля моего. В упор воткнулся, и ни хера его не вижу. При том, что он меня видит прекрасно. И сколько он по мне уже стрелял раз. Еще одна невидимка летает. Так, ладно, раз там ухуй за кой корабль, значит займемся их ухлевым трейхером. Будем его бомбить. Он вступает в Кио Тай-Командинг. Главное не попасть в своего же опять. Мы сервили Коуат. Да, просто можно и попасть. Лучше торпеду вообще не выпускать и... Завалить его более традиционными методами. Резеттинг систем. Орудие уничтожено. Мне бы сейчас своего не попасть. Вот видите, опять стомбанная торпеда как разворачивается. Попали. Пытается свалить варп. Мы ему не дадим это сделать. Все, это победа. У них остался один корабль, который ни хера уже не успевает за нами. Сворачиваемся. Там, кстати, какое-то дерьмо опять летит. У них там серьезный крейсер по всей видимости. Можно даже не легкий, а обычный крейсер. Такой же, как наш флагманский корабль. Так, ну это не проблема. Опять ни хера ничего мы не видим. Феноменальный засвет у Тао. Устаю восхищаться им. Их радарами. Хаос нас видит, мы его не видим. Лес. Летит, кстати, на наш... Лагу, штурмовые лодки. Пускай истребители, я не знаю, успеют они сбить. Не успеют. Не успели. Так, ну и че? Ты там сделаешь один, чувак. Не успел ты. Я пытался. Что тут у них летит такое? Да, 800 хп, такой же, как наш флагман. Сейчас я по нему попаду. Смотрите, какое мастерское попадание будет. Оркет. Если не ускориться, должны попасть. Бираем корпус. Долбим его в корпус. И попадание. Ну, че-то как-то не очень много снялось с него. Долг ты полз, паренек. Очень долго. Атао, конечно, хороши вот на такой дистанции, когда... Стреляют массово, вообще почти никаких шансов не оставляют. Просто выжаривают дерьмо. Беру свои слова назад насчет расы. Если в ней разобраться, это очень... Гораздо сильнее, чем космодесант. Ну, у космос штурмовые лодки сильнее. Но там, блин, не скорости, опять же, нет тоже. Не брони, а оружия мало. У Тао хоть оружия много. То есть они вот реально своими рестатронами... Наводят шороху врагов. А у космос, че там, пушек мало. Ну, у них там броня получше. У многих кораблей. Штурмовые лодки лучше. То есть, в принципе, можно играть за каждую из раз. Но у Тао играть, на мой взгляд, проще, чем за космос десанта. Мне, по крайней мере, проще. От стиля игры, наверное, больше, даже зависит. Если манта наша пробьет, то... Практически труп. И несколько секунд до запаса торпеды. Стрель уничтожена. Сейчас в упор почти его торпедируем. Торпеды не очень торпеды сходят. Сейчас он будет варв сваливать. По традиции. Да, он входит варв. И этого нельзя допустить. Торпеды не очень торпеды сходят. Тараним тем, что есть в атаку. Я готов. Не успел свалить, чувак. В итоге торпеды попали мне в крыло. Своему же... Легкому крейсеру. Зато мы его натараним. Это был резервный вариант, если бы тарана не хватило. Победа за нами. Довольно легкий бой был. Абсолютно без напряга. Я так даже думаю, тут и бегать-то особо не стоит. Вот против таких сил. В лобешниках и распечатывать. Главное, чтобы не попадать сразу подо все их корабли. И никаких особых затруднений не возникнет. Шесть кораблей уничтожено. 227 очков слава получаем. Мы получаем доп. Опыт. Может быть, даже в этой серии. Хотя я думаю, что до четвертого ранга все-таки нам не хватит. Чтобы перейти. Наверное, еще одна ячейка для крейсера откроется. Сейбаи на 500 или на 450. Ну что, каста воздуха себя неплохо показала. Я думаю, что не стоит покупать для легких крейсеров. Какие-то там улучшения по вот этим кастам. Слишком жирно для них будет. Хотя давайте-ка посмотрим, если... Купить здесь. А, это, кстати, будет стоить всего 200. Это будет стоить всего 200, но они будут и быстрее. Тут меньше повреждений получать. Касты земли для него слишком слабые. Там рельсотронов мало. Это что у нас такое здесь? Скрепление инкассаторские. Дхоу. Инкассаторский, пардон. Не то прочитал. Не косарский. В чем думаю, то я читаю. Дипломат дает с одной очкой экипаж каждому члену экипажа корабля. Покажу все вам на всякий случай. Чтобы вы тоже могли выбрать, что лучше, на ваш взгляд, для тех, кто не играл. Ритуал Талисера. Все корабли получают бонус плюс 5 к показателю войск и дополнительно плюс 3 к показателю войск за каждое успешное бордажное действие. Штурмовой отряд воинов огня. Ну, это происходит, в общем, поджог при каждом штурме. Но смысл качать касту огня вот этим вот легким крейсером, когда я на бордаж практически никогда не иду им. Экипаж. Экипаж, экипаж. Ай, даже не знаю, от кого из вас, ребятки, вкачать. Пробовать дроидов. Здесь. На 4% снижает уровень восстановления всех способностей. Можно, в принципе, вот, дрон-целеуказатель тоже прокачать. Я просто пытаюсь найти такой хрупкий баланс того, что мне нужно на этих кораблях. Поэтому я на разных ставлю разные перки. И там уже можно будет выбрать, что больше мне подходит, что меньше. Что ж, я не знаю, можно, конечно, поставить касту в воздух и еще одному кораблю. Но меня пока и так все устраивает. Перейдем. Если будут какие-то проблемы, где-то сольемся. Там можно будет уже думать, что же там прокачивать дальше. О, империя Тау, империя Тау. Какого хера? Вот это, кстати, мы попали жестко. То есть корабли такие же, как у нас, только их будет больше. Вот это вот самая херовая жесть, которая, наверное, может быть. Я бы лучше сразился по Савидарам и по Соркаме, чем с Тау. Так, ну и что будем делать? Сейчас против нас будет опять Мируча. Таких же кораблей, только больше. Чем нас. Карта тоже открытая, как в предыдущем бою. Есть там одно астероидное поле, но оно далеко. Пять кораблей. Что ж, запускаем Авгур. Даже не знаю, куда его запустить-то лучше. Ну, запустим вот сюда. Как раз через газболевой облак чувак должен пролететь. Не, хорошо, они на скотину. Да, готовы. Для Амвера, если вы хотите, то есть, как можно дальше отойти от их крайних кораблей. Здесь, кстати, тоже какой-то крейсер идет. Видите, по нам уже Авгур полетел. Если они все одновременно нападут, шанс никаких нет. Их просто тупо больше. Он сейчас, кстати, уйдет. Газболевой облак, и мы его не увидим. Корэл готов. Хотя бы успеем несколько секунд посмотреть, кто это, с чем он уйдет. Это че за байда? Слушайте, это че за хрень? Линкор! Да вы че, издеваетесь, что ли? Нет, это вообще бред. Вы посмотрите, это линкор, Тау. У нас саный крейсер, против нас линкор и еще четыре корабля сопровождения. Да они че, охренели, что ли? Нет, это просто издевательство. Это, ребята, просто на букву П. ЗД. Они просто охерели. Я только говорил про баланс, что вроде нормальный там баланс. Че-то тут подправили. Хер они там че-то подправили. Ничего они там не подправили, даже не собираются подправлять. Даже если с ним четыре корабля будет мелких сопровождений, это все равно дикий дисбаланс. Зато мы посмотрели на их линкор. Я, кстати, его вижу впервые. Я даже не знаю, к кому он относится. Там, Кау, Йону, там же их несколько типа есть. Командка, наверное. А может быть, он и один хер знает. Я даже не пойму, что это за агрегат такой. Это просто пипец. Не, ну это слив, походу. Че мы с ним сделаем-то? Вот он такой красивый летит, красавец. На нас. И чего? Тысяча хп. Тысяча. У меня 600 улучшил корабля. Не, разработчики, вы в свою игру хотите? Я говорю, заходили хоть раз. Или вы только там на картинке красивой смотрели? Дисангаживающий пиротайд команды. Какой дебил это балансировал? Это капец. Ну ладно, че, будем биться. Мало того, что Тау подсунуть, еще и с линкором. На третьем ранге, когда у меня еще даже второй крейсер не открыт. Какие там линкоры? Нам линкоры будут доступны, наверное, я не знаю, там ранги на седьмом, не раньше. На шестом. О, кстати, у нас тоже летят... Курел, лет! В нас летят торпеды. Нас видят, и тоже запустили это дерьмо. Пиротайд ингрэмс онлайн. Тихо, тихо, чувак, 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 чувак. Тихо, 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 ты в своего тыч попади. Нормально. Слушайте, да вы че творите, идиот. Нормально. Просто прелестно. Ладно, хоть мы еще починить сейчас можем. Вот я о чем говорю. С этими самым наводящимися ракетами. Ставлю диндец комментариев. Не, ну пока они до нас долетят, мы уже, конечно, починимся. То есть... Проблема в том, что за нами еще везли. Торпедка, которая сейчас может попасть уже вражеская. Пробую вернуться. Упланение, и... Еще маневр. На месте, на месте. Идут истребители летят, чтобы ее сбить, и еще две летят. Крыньдец. Сверху Курвачча. Крыньдец. Отличные истребители вроде справились. А за нами еще летят торпеды. Да скупка у них этого торпедного дерьма. Там, по-моему, все-таки мелкие у них. Нас преследуют. Вся проблема в том, что сейчас торпеды застолпают. Так. Могу еще, кстати, выпустить по их флагману. Че-то как-то по нему не ахти попало. Сильно. Могу еще, кстати. Сверху Курвачча. Ну. Торпедный шквал просто. Вот, прикиньте, в мультиплеере вы заходите, а против вас чувак на линкоре, а у вас крейсер тут. Ваши первые впечатления. Через сколько секунд взорвется ваш стул? Пуртайден Грэмс онлайн. Сколько он выдержит попаданий? По-моему, все-таки попали мы в него. Да, только сняли 30 хп. Я даже боюсь представить, какая огневая мощь у этой летающей хрени. Кстати, какая у него скорость? Давайте-ка представим его скорость. Нихера себе он там парет. 225, но это, правда, на ускорение. Так, а если мы от него оторвемся? Если мы от него оторвемся и разберемся все-таки с мелким дерьмом сначала, если оно нас не расстреляет раньше, вымыть его таким устроем и стрелять. Почему бы не попытаться сделать так? Если там хоть один крейсер есть, вот такой же, как у нас, легкий, я закрываю игру и нахер. Это уже по намщей торпедой попало вражеской. Потому что это, знаете, это не дело. Не дело, это издевательство. Хватит издеваться над здравым смыслом, пора прекращать это. Забрать. Сейчас на тропу попадет. Он летит, вроде сбивают. И еще там летят. А мы еще запускаем. Может он на мины напорится. А у него, кстати, истребители есть. Я так понимаю, вот тут у него что-то летит такое непонятное, да? И торпедочки-то сбиваются. Ни хера не успевают они до него долетать. То есть стреляй, не стреляй. А дамаг ты по нему не нанесешь. Пробу развернуться, чтобы в жопу своим не попасть. Меня уже начинает напрягать. Это стреляло в задницу своим. Сам наводящимся этим косым дерьмом. Так, газуем. В общем, такой бой дистанционных. Кипят. 200 хп. Узкая манта. Попробуем пострелять хотя бы по мелкому. Может быть, по ним хотя бы попадем. Потому что по линкору попасть я не могу. Сбивает все эти торпеды. Он прет прямо на мины, но должен сцепиться вроде как. Может, что-то они с него снимут. Что у него есть? Есть глушитель авгуров, авгур-зонд, перенос пустотного щита, аварийный конденсатор. Охеренно. Торпеды есть. Луч-резак какой-то. Короче. О, у них есть крейсер. Слушайте, это... Выключай игру, все, надоел. Пора с этим кончать. Выключаю игру и пошел я погуляю. Погуляю. Надо это безобразие прекращать. Скай-разработчики сами подыграли. Скай-разработчики сами подыграли. Скай-наслаждаются ахан-плеем. Великолепный просто игрок. Скай свои стулья сжигают. Я пока еще... Не миллион подписчиков, чтобы каждый день менять стулья. Себе на титановый. Нет, он пролетел мимо-мин. Все у него хорошо. Ладно, остаюсь здесь только ради того, чтобы показать вам слив, ребятки. Пчатки. Значит, какой у меня план? Какой у меня план? План у меня простой, как... Пять рублей. Мы делаем разворот. Вот, нечего бежать, пора принимать бой. Хватит это терпеть. Че, на попадание нам в жопу торпеды? Все замечательно. Конечно. Естественно. Чем больше мы летаем, просто тем больше по нам заряжают торпед. Ух, и еще летят. Но я надеюсь, сейчас я успею истребителей выпустить и сбить. Это говно. Потому что сейчас еще начнет у них флагмус стреляться. Так думаю. Убить! Суперемар. На секунду. Давай, 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 давай. Спел я выпустить и должны сейчас они ликвидировать торпеды. Суперемар. Суперемар. Принимаем удар. Еще и мелкий, еще один прет. Сначала разбираемся с мелочи, чтобы она нам не мешалась. Усиливаем щит. Принимаем бой лбом. Суперемар. 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 Суперемар, хотя... Ну ладно, наверное. Ну, что делать-то? Еще одна мелкая херня прет. Не, ну, вы представляете, у них два... У них крейсер. Есть линкор, есть и еще три мелких корабля поддержки. Там этот сраный линкор стоит с крейсером уже больше 400 очков. Подание мелкого торпедами. Как могу я служить Тауфу? Гравитическое движение. И тогда есть хоть какой-то там, я не знаю... Ну нет, шансов, я думаю, все равно нет. Мы хотя бы сможем больше урона спасти. Прежде чем... И еще торпеды идут. И уже о нем вернуться никак. Лучше лбом встретить, чем встретить бочиной. Если мы разберемся со всеми кораблями, останется один флагман. Ну, призрачный. К нам смеется, кстати, к нам летят штурмовики. Ой, сейчас как накернут. Но у меня есть, в принципе... Хотя бы здесь возможность отремонтироваться, если пробьют кирс. Отлично. Этот хер еще и сверхпустотный щит переносит. О, да. Турель уничтожена. Пол-ХП. Уходим. Пол-ХП дварины снимает. Пол-ХП. Нет. Корабля. За попадание штурмовой камень. Нет, шансов здесь нет. Этот скотский рандом просто нас завалил... ...в тотальным дисбаланс. Собака Офигеть, он там стреляет, а ты че еще такое за хрень летит Даже страшно на это смотреть Сверхпустотный щит принимает, это урон первый А че дальше? Принять-то он его принимает Пока он отвлекается на один из наших кораблей, у нас есть... Опа, и он исчез У нас есть время разобраться с их легким крейсером Пять появляется... Тарань, тарань, тарань Капец, поджег Да убейте в этот кусок дерьма быстрее Пробуем хоть его протаранить напоследок Максимальную скорость набираем и... По-моему, он нас разнесет раньше, чем мы даже до него долетим Да Это капец Драбы, чтоб вам криво с жопой сидел, фу-блю Играйте вот это говно сами О, еще торпеды по нам пошли У нас не будет, чтобы он не был Тарань Парад будет просмотра Его объединены в эмпрации в венглезненном У нас есть, что он не будет, что он не будет Парад 91 секунда еще Огневая мощь, я имею ввиду до ремонта Сейчас еще этот мелкий ублюдок будет мешаться, недобитый. Не, мы его не завалим. Слишком много хп, слишком плотные щиты. 75, 50, 50. Лобешник с ним перестреливаться, конечно. Практически вообще нереально. Убей ты этот кусок мелкого говна. Он еще и собака вертится быстро. Жок есть, он еще и с Бартина стреляет быстро. Без вариантов, я просто не успеваю за ним. Сейчас еще как в упор, только стрельнет по мне торпедами. Торпедки возвращаются, он горит, но хп очень много. Гравитическая двигатель, вентиляция. Какой у него хп? Турель уничтожена. 644. Офигеть, это че еще такой был? Дисенгагжение пиротайд-команды. Дисенгагжение пиротайд-команды. Ну, Тау, давай, бейся. Продай свою жизнь, будь дорого. Двойной поджог. Сверху. Дисенгагжение пиротайд-команды. Кир восстановил себе щит. Сверху. Дисенгагжение пиротайд-команды. Дисенгагжение пиротайд-команды. То есть, он крутится с такой же скоростью, как я. Если я сейчас буду его пытаться как-то обойти флагманом своим, он меня в бортину пробьет. Мне удача, повезло. Ты тварь. Он мне торпедный отсек пробил. Не, флагман будет уничтожен. Ох ты, палуба уничтожена. Офигеть. Так, щит почти восстановился. Ну, еще пару секунд. Может быть, а штурмовиками его пробить. Еще раз. Ну, 23 секунды. Еще и бунт на корабле. Это трындец. Щит я поставил, но хп сами видите, сколько. И почти все. Вышибли из нас. Давайте гоним, попытаемся, может, его протаранить. Хотя этот таран тоже, мало чего, даст. Ну, щит сколько-то продержит. Этот урон, у него еще один пожар есть. 17 секунд до запуска. О, кстати, слушайте, а он уходит в варп? Или бы они там прыгают? Тяжелое повреждение вынудили его отступить. Если мы выиграем, это будет просто вообще пипец. Это будет героическая победа из героических, которые Тао когда-либо одерживали над ублюдочным рандомом в этой игре. Я хотел бы эту страницу добить, но... Я согласен на то, что был пропуск. Палуба уничтожена. Ну да, у него двойной поджог еще один. Таранти, я его не буду, потому что от тарана может погибнуть мой флагман. Это осталось очень мало. И он сваливает. Вот это была победа. Это было просто невероятно. Но разрабы, я вас посылаю на три могучих русских буквы. За такое вот. 189. Получаем очков славы. Ну, может быть, в последнем бою. И если за 200 наберем, выйдем все-таки в четвертый ранг. Ублюдки, насовали кораблей. Наверное, там 600 очков было, как минимум. Когда он это набирал. У нас тяжелое повреждение у одного из кораблей. Сейчас его починим. По-быстрому. Есть улучшение, кстати. Тут надо вот подумать, что поставить. Но флагман наш красавец. Я и думал, что он выстоит. Космический боевой костюм. XV-46. Авангард. Когда бомбардировщик Мант атакует, вражеский корабль он также проводит абордажные действия. Это хорошо. Прибор подсветки. Радиус поражения защитной турели увеличивается на 3000. Это против торпед, там и всякой херни. Стребители того могут выдержать больше урона перед уничтожением. Самонаводящаяся ракета. Раз в 3 секунды наносит одну единицу урона за каждую защитную турель всем кораблям в радиус поражения турелей. Космический боевой костюм. Радиус поражения всех ионных пушек на корабле увеличивается на 3000 лик. Это все было бы замечательно, если бы у нас был постоянный подсвет. Так, палуба. Тоже вот можно, в принципе, улучшенный Авгур поставить. Длительных всех приказов. Три дополнительные защитные турели. Стеллсплав. Корабль считается скрытым, пока его не обнаружат хотя бы один раз. Ворневой пояс. Скорость восстановления щита увеличивается на 50%. Может быть, я вот это вот поставлю. Щит для них имеет критическое значение. Тем более, если стоит как раз этот пустотный щит иногда, чтобы его включить, просто не хватает восстановления основного щита. Ну и экипаж. Давайте вкачаем вот эти дроны-целеуказатель. Ну и что у нас по этим кораблям вроде? Клубы-то они не получили. Давайте перейдем в бой. Я боюсь, что будет входить после такого, что сейчас было. Орки-пираты. Схватка крейсеров. Впервые с орками мы сталкиваемся. Именно в схватке тут был. Доставка конвоя. Но тогда, кстати, мы могли бы запросто им всрать, потому что, ну, мы выиграли только уничтожившие корабли транспортные. Так-то они нас разбирали. Сейчас опять будет пять крейсеров. Там два корабля поддержки против наших вот этих вот товарищей. Будем надеяться, что как-то справимся. Карта офигенная. Ну, здесь хотя бы есть стероидные вот эти вот поля. Да, можно орков теоретически заманить. Хотя, когда их много, они могут и нас так же легко и свободно загнать в эти стероидные поля. Кау-йор. Кау-йор. Пять кораблей. Конечно. Сейчас из них все пять будут крейсеры, да? Не, у них сейчас, наверное, будет два тяжелых, которые там по тысяче хп. Два обычных там по 800. Ну и остальное все это. Мы сервим корабль поддержки. Там мелко. Я даже не знаю, куда стрелять. Во! Тут осуд что-то летит. Там есть авгур. Значит, какой-то крупняк идет. Я пока вообще никуда не полечу. Мы просто светанем их. Потом надо подумать, как здесь пролететь. Тут, блин, между астероидными полями можно самим получить урон, пока летим. Так, Суник большая часть идет с правого фланга. Большая часть идет с правого фланга, соответственно, лучше налево поворачивать. Отменяемся в гуру. Мену то, что он меня зацветит, ничего не даст. Он и так знает, где я нахожусь. У него-то нет самонаводящихся тупых ракет, которые по-своему же попадают. У них дамаг довольно слабый. Вот напротив имперских торпед, которые действительно там пол хп, если 6 попадут, пробить у тяжелого корабля орков, крейсера, то у Тау максимум там снимут, процентов 20 хп. Ну, смотрите, 1000 хп летит. Смотрим. И... нет, 800. Вся, ошибочка вышла. Треляем. Это первый крейсер, дальше у них пойдет все гораздо хуже. Я сделаю два залпа, после чего надо будет разворачиваться и выходить на... ...лево. Чтобы вот эти чуваки до нас не успели долететь, нам хотя бы надо разобрать двое крейсера. Просто хп у них, да, хера. А учитывая, что орки любят тараны, то есть пару таранов по нашим кораблям, и от них ничего не останется. Корел, готов! Я за орку в кампании, думаю, тоже пройду. Интересно, как получится играть за них. Ну, учитывая, что у них довольно все дешевое. И там такая силовая манера игры, которая мне больше нравится, чем вот эти вот побегушки. Хотя Тау, повторяюсь, могут и в лоб. Спокойно. Драться. Ну, если, конечно, против них непревосходящие силы. Херасия, у них лобовое броня 75-50, у них жопа только слабая 25. Сейчас он урон выдержит. Выдержит, но все попали прямо ему в Носеру. Всего 90 хп с него сняли. Ну, тут еще летят. Может, я даже успею три раза выстрелить. Так. Спускаю заранее, на всякий случай, истребители. Они вроде со временем не должны разваливаться, их только уничтожают. Он приближается одновременно. Почти. С всеми кораблями. Это плохо. Это плохо. Так, две секунды. Пуэртай, тогда граммз онлайн. Сказал. Резервы к Коватра. Быть мы даже еще успеем раз выстрелить, прежде чем развернуться. Неторопливо тащиться. Пуэртай, давай. Скотт, начинает сбивать торпеды. Пуэртай, давай. Раз, щит и слетел. Семь секунд. Да, мы еще успеем залп сделать. И надо будет срочно сваливать. Вот здесь надо просветить, что за говно у них летит. Так, хорошо. Вот это вот хорошее было попадание. Засветил всяких сверхновое. Пробоина в корпусе, а мы почти у них наполовину ухайдакали. Из крейсеров разворачиваемся. Знает, где мы. То есть он нас видел авгурум, поэтому тут конспирироваться смысленно. Ходим. Ну мы еще ЛПМ сделал залп, но... Залп будет... Уже на ходу. Поэтому не очень точно. Блин. Истребители вроде бы с нами летят. Манта не... Достает пока что. Сейчас посмотрим, что еще за говно здесь летит. И если там все крейсеры будут, это будет очень плохо. Это будет на уровне линкора. Тау. То есть их больше и они мощнее. Несколько секунд до залпа. Почти он добрался. Сейчас ему... Бобры ставят. О, пожалуйста. Тысяча хп. Как я и говорю. Ничего удивительного. Я даже нисколько не удивлен. Там еще, скорее всего, один такой же есть. Так, с 1 секунда до залпа. Дроны задудили. Загорелось. От ярости. Не достаю. Как могу я служить Тау? Чтобы распространить больше хорошего. С элитными войсками Тау. Ребятки. О, наконец-то манта пошла. Блин, он восстанавливается. Ты, чувак, ремонтируешься больно часто. Трех минут-то не прошло. У него же ремонт по-новой идет. У них, кстати, не такие дальнобойные пушки. Поэтому есть шанс. 800. Так, один корабль поддержки. А вот что здесь еще интересно летит. Если это все, и там тоже корабль поддержки мелкий, то это ладно. У них уже один наполовину раздамаженный. Если с флагмом разобраться, остальное тут особых неприятностей не должно доставить. Сваливаем отсюда нахер. Надо держать дистанцию. Держать дистанцию и палить по ним торпедами. Такой пока план. Акс, есть контакт. Ему надо корпус определить, чтобы дамаг больше наносился. Три секунды до залпа. Отлично, горит. Подожгли ему кукам. Чувак на кукам. Все, и он сваливает. Смотрите, сразу варф. Отлично. Вот это мы его хорошо перебунькали. Вот это плохо. Стреляю теперь по флагману. Флагман определили. Теперь он наш следующий цель. Этот пускай уходит. Хер с ним. Получим заповрежденный корабль. Кстати, сейчас с нас могут снять щит. У нас закончились маневренные двигатели. Минус свидания. Остается их четыре против трех. Уже лучше. Но мне все равно не нравится, что мы не видим вот этого чувака. Кто тут такой летит? С наглой харей. Стоит на ваших ордерах, Коррел. Сейчас он нам выпьет на щит. Я надеюсь, пока нас догонят, мы уже его установим. А, ну ништяк. Еще один тысячный. Да вы че, охренели что ли? Два тысячных? Два восемьсот и один поддержки. Вот о чем я говорил в самом начале. Они вообще охерели. Они просто охерели. У меня вот больше, говорю, слов нет. Одни буквы. Ну че, начинаем бомбить снова. Начинаем бомбить там. Травить байки про разрабов там, про их. Преколепное мастерство. Балансировщик, кстати, мы достаем по ним и так неплохо нашими орудиями. И так, сейчас его покосаем. Пока он летит за нами, мы еще его побьем. Он нас не догонит. На, лови. Лови, чувачи. Такс. Вот только меня вот этот чувак беспокоит, который отстает. Он отстает, и у меня нет возможности ускориться. По флагману по их попали. Чуть-чуть КП сняли. Ну, по одному из флагманов. Так, будем держать дистанцию. Сейчас они промахнутся. Они промахнутся по нашим кораблям вот тем. А че делать вот с этим чуваком отстающим? Он так кажется сейчас вообще в окружении. Развернуться и... Выкрутите ему. Лови. Быстрее, быстрее, резко, резко, резко разворачиваемся и... Газу, газу, тягу, тягу. Почти установились маневренные двигатели. Но вот хорошо, что них один корабль оторвался, и сейчас у нас есть возможность его... Ну, я думаю, что должны раньше развернуться у нас. Торпеды. Есть возможность его подцепить. Выцепить по... Одному. Так, он таранит. Было предсказуемо. Вполне. Ну, пускай таранит, а мы им как раз в жопу стреляем. Давай, давай, давай. Вот так летим и стреляем. Смеряем перезарядку. Так. Он не попадет по нам, я уверен. Ой-ой-ой-ой. Слушай, а что он как бы к стрелю загоняет? Жми. Что-то было неожиданно, надо сказать. И не догнал, хотя это было страшно. Пошли вы нахер, это опять пытаются смотреть снять. Щит с нашего корабля. Чувак горит. Так, запускаем. И еще. Беда. Запускаем вот в этого хера. Пока не останавливаемся, продолжаем лететь. Запускаем сюда. Смеряем перезарядку. Ты хрену. По нам выстрелил. Кучи торпед. Сбеймверсу должны. Хватает маневренных двигателей, чтобы уйти, но я вроде бы отрываюсь на полном ходу и... О, вот шоу. Ох, да, нервотрепка с этой игрой. Ты че творишь опять? Опять свои торпеды сраные чуть не попадают мне в корабль. По дерьма. Устанавливаем щит. И продолжаем этого долбить. Когда он свалит в арт, тогда уже, не знаю, разберемся с мелким, можем попытаться флагману и дать бой в лоб. Кайч слишком рано. Пока говорить об этом рано. Горяемся. Надо догонять основные силы. Мелкий там тоже газует вовсю. Сейчас я постараюсь тому... ...выстрелить в жопу. Блин, нас догоняют. Вот это плохо, кстати. Чем я и говорил. И не хватает... ...двигателей маневренных, чтобы оторваться. Как я могу стрелять в Тау-Вар? Я понял, стреляем. Все хорошо. Замечательно. Не буду стрелять. Пробую выстрелить в помилку. А вот здесь я попытаюсь сейчас развернуться. Почти перезарядились у флагмана у нашего маневренной двигателя. Отличный момент, чтобы выстрелить в Упор. Он, кстати, уходит... ...в Вар. Замечательно. Ну, мы выиграли этот бой. Теперь уже точно. Теперь это ли дело техники? Для бить осталось не так уж и много всего этого говна. Фокус, фокус, фокус. Надо его взорвать. Почти ушел. Лишний опыт. Не успеют, наверное. Хотя... Да, он все-таки уходит. Или не уходит. Он взорвался, скотина, и ушел. Вещание. Ну че? Разбираемся с мелким и даем им бой уже в открытую. Разворот. И... Пока они летят, даем ему дрозда. С кораблем пытаемся уйти и догнать наши... ...головные силы. Орк, ты проиграл, ты еще просто об этом не знаешь. Мы уничтожили флагман Тау, линкор. А ты тут остался своими задрипанными корытами против нас. Че ты тут сделаешь? Дисенгейзинг Пуритайд Командик. Дисенгейзинг Пуритайд Командик. Так, по-моему, они... ...пробивают мины. Кор-Эл, готов. Ну че, стреляем в упор по нему. Торпедами, наверное. Попробуем... ...экономить на их. Основные корабли. Опа-на! Пять. Двадцать пять, ятишкин пистолет. У нас либо в мины лететь есть выбор, либо под торпеды. И маневренных двигателей нет. Попадет одна. А нет, сбили нормально. Все, мелкий решил таранить. И тварь попадает. Даже... ...вздохнув, он умудряется достать. По-моему, флагман. Разворот. Газ. Разворачиваемся. Принимаем бойл-бом. А хотя, нет, подождите. Значит, у них еще тысячный остался. Он сейчас как-то нас протаранит, так и будет. А-бом-бом. Уй, ты в лоб и в полбу. Пока еще рано. Опа, еще и пошли тут торпедки. Попробуем все-таки его истрепать. Быстрыми атаками. Молнееносными. Он за нами идет на таран, но у нас есть... ...маневренный двигатель, поэтому уйти от него не составит больших проблем. Хорошо, попадают... ...бобры манта. Скоряемся и уходим. Ах ты тварь. Вы поглядите. Нет, все-таки придется драться. Раз ты так, да? Значит, и мы так будем. Ублюдок. Хватит бежать. Пора нанести удар. Тау-ва будет восхищаться. Как мне нужно, я служу Тау-ва. Газуем, газуем, газуем. Флагман пока за собой оттягивает. Как и Этериалы хотят. Дверь к оптимальной скорости. Опасной ситуации. Что творишь? Опять торпеды летят в свои уши. Ситуация очень и очень опасная. Ну, знаете, пока вот один отвлекает, мы можем расстрелять их. Так, вот этого флагманского товарища. Потом уже разобраться с 800 хп-шем. Ах, пиздец. Стука, курт торпеды и попадание. Ну, кстати, не сильно попал, я думал, будет нужен. Горит нас флагман, зашибенно, но мы можем потушиться. И... Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Вот увлекательный процесс долбления орков. Оружие повреждено, ну... Замечательно. Но неплохо выдержал удар торпед. Даже Бартина, он всего снял, там, пол полоски хп. Бартина, уйти. Нельзя дать ему уйти, добить его надо. А он опять, скот, пытается свалить варп. Не дать уйти, ублюдку. Мне нужен этот опыт для 4-го ранга. Торпеда успеет дойти, то... Если... Смотрим. Момент истины, он еще их избивает. Одна тут не войдет, наверное. И опять скрывается варп-окно, и он избивает тварь уйти. Опять горячий, дымящийся, но хуй. Ну что, остался последний. Говнюк. Еще торпедки идут. Падание. Еще на тремя торпедами ты, тварь, попал. А как тебе? Торпедки от меня понравятся. На сяру, понюхай, понюхай, нюхни, тауситская мощь. Палба уничтожена. Таранить, что ли, будет? Уже ли будет таранить? Нет, разворачивается. Флагман-таранить не стал. Палба уничтожена. Попробуем генератора забить. Свалил в варп. Как могу я ссервить тарану? Как-то полетел на таран. Пытается вырваться, походу, делом. А ему в бард скинули тарфедами. Да, он пытается просто уйти и прорваться. И подставлять, кстати, нам свою филейную жопку, которая самая легко пробиваемая. Все, он опять пытается свалить в варп. Грэвитик-драйв ингейджет. Торпеды, если успевают в него войти, должны войти все. Пять штук могут в борт, еще и горит. Должен взорваться. Ну, хоть этого-то мы должны уничтожить. Так, и... Да. Или нет? Нет, он тоже уходит. Сейчас поглядим, сколько мы кровлей достали. Опять горящий, взрывающийся, он уходит. Ай, сраные орки. Спортили всю малину. Сейчас нам не хватит до четвертого ранга, наверное. 59. А, нет, хватило. Нормально. 976. Слава общая. Всего один корабль мы уничтожили, остальные у них свалить успели. Ну, тоже баланс, как видели, был достаточно кривой в этом бою. Вы получили уровень 4. Вы открыли ячейку для крейсера новую. Вы открыли задание схватка крейсеров на 500 очков. Вы открыли задание получения данных за 500 очков. Так вот. Не хухры вам махры. Покупаем еще один крейсер. 167, 166. Так, что там у тебя еще есть? Это гравитационное орудие, 5 торпед, ангар для аппаратов, батарея тяжелый рельсотрон, батарея ионная пушка и носовой сдвоенный тяжелый рельсотрон. Покровитель толку. Толку-то от тебя? Посмотрим, что ты из себя представляешь. Примерно такой же на вид. Абсолютно. Ничем не отличающийся. Стандартная модель уничтожителя Тау. Такс. Способности. Щит, конечно же, мы покупаем за 50 очков. Ушитель Авгуров. Бомба подавления. Максимальный урон 100. Ну, от плазменной бомбы толку почти никакого нет. Вот от этой, от бомбы подавления был бы толк. Глушитель Авгуров. Излучатель гравитационных волн. Ремонт дронов. Ремонтируйте союзные корабли в радиусе действия 1 очкового корпуса в секунду. Перенос пустотного щита. Авгур зонт. Я думаю, что тоже Авгур на него поставить. Ущай будет засвет постоянный. Так, если мы два вот этих вот берем, вот у нас получается 330 очков примерно. И еще мы можем взять один корабль, значится, поддержки. Один корабль поддержки и, возможно, сторожевой корабль за 55 там хватит. Притык. Ну, со всем этим добром будем разбираться в следующем эпизоде. Три боя по стандарту провели, как я и хотел. Если данная серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, на основной и дополнительный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok